День Матери В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечают один из самых светлых и теплых праздников День Матери. Концертная программа для любимых и родных женщин была организована и в Центре культуры и Досугар Фиацнеев. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности. А воспитанники творческих студий города подготовили для дорогих мам и бабушек музыкальные композиции и танцевальные номера. Самый добрый праздник в году отметили в Центре культуры и Досугар Фиацнеев. Героями концерта стали любимые, нежные, ласковые и единственные, самые родные – мамы. Для них в этот день со сцены прозвучали теплые слова пожеланий. Праздник был организован Центром культуры и Досугар Фиацнеев совместно с женсоветом Ядерного центра. Ведь не зря же говорится, что мама 9 месяцев носит нас под сердцем, 3 года на руках и всю свою жизнь в своем сердце. Поэтому, милые, дорогие женщины, мамы, бабушки, будущие мамы, девочки, я поздравляю вас и желаю вам всем счастья, здоровья, добра и всего самого-самого прекрасного. Для любого из нас мама – это самый дорогой человек. Она дарит нам жизнь и отдаёт всю свою заботу, любовь и нежность. Быть мамой – это тяжелейшая работа, которая начинается с того времени, как появился ребенок и продолжается всю жизнь. Желаю, чтобы ваши дети всегда вас помнили, всегда вас благодарили за тот тяжелейший труд, который вы сделали. Ведь мама, само слово такое, что перед ним преклоняются все, и взрослые, и дети, у всех есть свои мамы. Наверное, женщине, которая стала мамой, очень повезло. Наверное, она поцелованная Богом, потому что такое даруется не всем. Это продолжатели рода. И я ещё раз хочу вас поздравить с этим праздником. Хочу, чтобы ваши все дети, внуки, все, кто у вас есть, если вы были мамой, помнили о вас всегда, вспоминали с благодарностью, с любовью, и дарили вам свои самые тёплые и искренние слова. С праздником вас! Профсоюзный комитет не остался в стороне от поздравлений. Мамы бабушек поздравлял заместитель председателя правкома Игорь Лобов. Он рассказал, что сегодня деятельность организации распространяется на все социальные программы, которые успешно реализуют в Ядерном центре, в том числе на поддержку материнства и детства. На каждом заседании президиума мы рассматриваем и заявления от семей, и от детских коллективов, как спортивных, так и творческих, и всегда стараемся оказать посильную помощь. Кроме того, у нас достаточно тесная связь с женсоветом в НЕФ, и когда они к нам обращаются с просьбами, мы всегда стараемся положительно решить эти просьбы. Трогательные композиции и зажигательные номера подарили зрителям артисты театра «Песни Зебра» под руководством Натальи Кравченко, вокальных коллективов «Апрель», Центр культуры и досуга «Рфиацвнеев» и «Олегра» молодежного центра. Также своих мам радовали юные танцоры из студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества, коллективов «Контемп» и «Маринсказ» из детской школы искусств. По традиции, танцевальный номер гостям праздника подарил народный хореографический коллектив «Гелла» и другие исполнители. Полина Гусева сама принимала участие в концерте. Она исполняла песню вместе со своей дочерью в составе камерного хора «Голоса Сарова». «Хочется отметить огромное удовольствие в глазах мам, которые пришли посмотреть своих деток на концерт. С точки зрения выступающего, хочется сказать, что очень приятно выступать на таком концерте. И, конечно, детское творчество в городе развито очень неплохо и развивается всё лучше с каждым годом». Анна Тендаева на пенсии, помогает воспитывать правнуков. В ядерном центре она проработала 20 лет. День матери она отметила в кругу семьи, а приятным завершением вечера стало посещение концерта в Центре культуры и досугарфе Ацвнеев по приглашению бывших коллег. Они помнят, помнят, уважают, встречаются, спрашивают, как дела, всё нормально. Концерт «Ко дню матери» в Центре культуры и досугарфе Ацвнеев стал ещё одним поводом сказать слова любви и признательности самым родным и близким людям – матерям. Командарь Ацвнеев «Нейтронная сеть» отставила звание чемпиона «Росатома» и второй год подряд стала обладателем «Хрустального атома». Финальная игра четвёртого всероссийского чемпионата «По что где», когда среди предприятий атомной отрасли прошла 17 ноября в Москве. Какой вопрос был самым сложным, рассказали нам члены этой команды. Путь к победе на четвёртом всероссийском чемпионате госкорпорации «Росатом» по игре «Что где, когда» команды Ацвнеев «Нейтронная сеть» был непростым. На региональном этапе в Нижнем Новгороде ребята заняли лишь десятое место, но в финале в Москве они не только достойно выступили, но и завоевали главный приз – «Хрустальный атом». Самым интересным саровчанам показался вопрос про друзей Александра Сергеевича Пушкина. Если я правильно помню формулировку этого вопроса, то вопрос был о том, кого из своих друзей Александр Сергеевич Пушкин называл пряником. В преамбуле к этому вопросу ведущий указал, что в России были знамениты не только тульские пряники. Отталкиваясь от этой преамбулы, мы начали перебирать города, которые старые русские, созвучные с именами более-менее известных пушкинских друзей. Принятно, что на фамилию Кюхельбекер мы города не подобрали, а вот на фамилию Вяземский, по-моему, с подачи Никиты Баринова, который ее вспомнил, мы сразу вспомнили, что есть город Вязьма, и наверняка там есть пряники, аналогичные тульским. Командор Фиацвнеев в нейтронной сети оказался одной из немногих, кто правильно ответил на этот вопрос. Но не все вопросы на финале чемпионата были сложными. Большинство заданий были проходными, поиск ответа на которых занимал у команды не более 30 секунд. На некоторые из вопросов, по мнению самих игроков, могли ответить даже школьники. На месте одной из битв калмыцкого войска возникло, ну это было довольно трагическое поражение, сколько я помню, для калмыцкого войска, как говорили в вопросе, возникло месторождение некоего предмета, некоего ископаемого. Нужно было догадаться, что это за ископаемое. Правильный ответ – соль. Как узнал на своем опыте Александр Баранов, за год своего участия в играх «Что, где, когда» в составе команды «Нейтронная сеть» знать все на свете невозможно. Поэтому в команде есть негласное, но вполне разумное разделение. Каждый из игроков вселен в каком-то своем направлении. Ну, конечно же, мы все знаем, что Никита Баринов вселен в истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, вообще войн. Там Ольга Первухин, например, отлично знает историю Англии средневековой. То есть кто-то знает историю футбола. Своими сильными сторонами Алексей считает знания по физике и технике. Пополнять и углублять эти знания, безусловно, помогает и его профессиональная деятельность – работа в Федеральном ядерном центре внеев. «Ну, это, конечно же, тренировка мозга, поэтому я так внеев, но все-таки приходится постоянно думать. Поэтому, конечно же, это помогает. Конечно же, любой уровень эрудиции, он помогает. Например, Юрий Борисович Харитон говорил, что мы должны знать в 10 раз больше, чем это нужно для решения конкретной задачи». К состязаниям в клубе «Что, где, когда» ребята готовятся как профессиональные спортсмены. Правда, вместо бега, поднятия тяжести, прыжков и подтягиваний, они много читают, участвуют во всевозможных научных семинарах и практиках, регулярно встречаются на тренировочных играх. «Мозг человека, на самом деле, это практически такая же мышца. То есть, если человек живет тем, что запоминает что-то, его память будет хорошо работать. Если человек учится или работает связан с умственной деятельностью, он тренирует собственный мозг. Поэтому нужно думать, нужно решать задачки, загадки». По словам Евгения Шерстабитова, капитана команды «Ума не надо», еще одной сборной Сарова, которая в финале в Москве боролась за главный приз, «Хрустальный атом» – это просто символ. За ним не стоят большие деньги, нет продвижения по карьерной лестнице или широкой известности. Играют сотрудники городообразующего предприятия «В что, где, когда» по другой причине. «Самое большое удовольствие дает, когда ты берешь вопрос, когда вот тебе прочитали, тебе ничего не понятно. Но за минуту ты находишь каким-то чудесным образом, правильно организованным обсуждением, сыгранностью, распределением ролей. Ты выходишь на правильный ответ. И если это случается где-то секундник 58, вот это очень классно». Победа в четвертом всероссийском чемпионате по игре «Что, где, когда» в Москве еще раз доказала, что в федеральном ядерном центре внефт трудятся лучшие интеллектуалы госкорпорации «Росатом». А их подготовка и участие в подобных турнирах способствуют решению серьезных научных и производственных задач. Шесть команд и более 60 участников. Сотрудники ядерного центра, студенты и пожарные отстаивали право быть первыми на дистанции 50 метров. В рамках 23-й муниципальной спартакиады предприятий, организации учебных заведений в нашем городе прошли соревнования по плаванию. Только вернувшись из Саранска с открытого Кубка России по плаванию, сотрудница ядерного центра внефт Лариса Головина вновь готова к борьбе за главный приз. После почти 30-летнего перерыва спорт снова занял в ее жизни одно из главных мест. Тренировки, турниры, чемпионаты добавили ритму в размеренную череду событий. Вот уже третий раз она участвует в муниципальной спартакиаде. Вспоминая юношеские соревнования, Лариса отмечает, что они отличаются от нынешних. Не было такого понятия, как приходили ветераны и соревновались с нами на равных. Не было такого. Сейчас, на данный момент, то есть уровень подготовки ветеранов таков, что мы составляем конкуренцию нашей молодежи. Более возрастные спортсмены не давали расслабиться молодым соперникам, зачастую опережая их на дистанции. Студентка Сарфти Светлана Воронкова впервые принимала участие в спартакиаде и не ожидала, что основная борьба будет с командой ветеранов. Результаты ровесников Светлана не брала в расчет и все внимание сосредоточила на итоговом времени тех, кому за 40. Конкуренция была. Соперники тоже достаточно сильные. В основном ветераны соперники. Светлана занимается плаванием более 8 лет. За плечами множество различных соревнований и наград. Совсем скоро девушку получит звание кандидата в мастера спорта. На состязаниях, если есть выбор, как плыть, всегда выбирает брас. Мне ближе всего стиль брас, потому что мне нравится техника плавания и просто, как он выглядит со стороны. Евгений Селяев также не оставил детское увлечение плаванием и, будучи студентом СПТ, продолжает тренироваться и отстаивать честь гордой эрфиас внеев на турнирах и чемпионатах. Своим профилирующим стилем он считает самый технически сложный способ плавания. Бутерфляй считается как самый сложный стиль плавания. Просто у меня легко получается это. Я плаваю постоянно. И вольный стиль. Городская спартакиада по плаванию – это возможность для спортсменов держать себя в хорошей физической форме, а также оценить уровень подготовки своих соперников. Ничто так не мотивирует, как конкурентная борьба, в которой нужно выложиться на максимум. Мы проводили четыре заплыва дистанции 50 метров. Вольный стиль, брас, спина и батерфляй. На всех дистанциях достаточное количество людей было. И у мужчин, и у женщин. Если в личном первенстве выявить лучшего достаточно просто, то в командном зачете немного сложнее. Берется лучшее время от десяти плавцов. Сюда же прибавляются результаты эстафеты. Подсчет очков идет по таблице Фина. По правилам турнира в команде должно быть не больше 20 спортсменов. Гораничения мы делаем специально, чтобы слишком много народа не было. Поэтому 20 человек. И мы считаем, что это достаточно. То есть статистику ведем многолетнюю. 20 человек достаточно, чтобы из них можно было выбрать 10 зачетных результатов. Организаторы отметили, что за почти 25-летнюю историю в спартакиаде приняло участие огромное количество горожан. Турнир подстраивался под реалии времени. Если не хватало участниц женщин, проводились смешанные эстафеты. Сейчас интерес к соревнованиям возрос. Проводится уже на протяжении многих лет. И результаты, как мы сегодня увидели, с каждым годом улучшаются. То есть приятно. Особенно конкурентная борьба проходит в эстафетных заплывах. Несколько волнительных минут ожиданий судейская коллегия готова огласить результаты соревнований. Дипломами и памятными подарками отмечены лучшие пловцы нашего города. В их число вошли и сотрудники РФЯД Суниев. В личном первенстве среди женщин серебро завоевали Лариса Головина на дистанции 50 метров бутерфляем и Юлия Капитанова на аналогичной дистанции кролем на спине. Среди мужчин бронзовым призером стал Константин Белошиский на дистанции 50 метров брасом. Женская сборная РФЯД Суниев заняла третье место в эстафете 4 по 50. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.wvnev.ru И в эфире канал 16 каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин